Всем привет, бойлеры, и на чате сегодня предлагаю прям с охренительного новогоднего розыгрыша, который мы совместно с компанией Timbaland проводим для вас прямо сейчас. Буквально на той неделе парни с Timbaland заслали мне вот такие офигительные новые ботинки с коллаборацией NBA. Выбрал я, если что, себе в расцветке Toronto Raptors за цвет, за практичность, за чемпионский характер. И, в общем-то, как я уже и сказал, прямо сейчас мы для вас проводим розыгрыш точно таких же ботинок, только в расцветке NBA logo, то есть те, которые все усеяны логотипами команд NBA. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно сделать всего лишь три простых действия. Первое, подписаться на Instagram Timbaland. Второе, в комментариях под конкурсным постом отметить трех своих друзей. И третье, под тем же конкурсным постом поставить лайк. В принципе, все, больше ничего делать не надо, только внимательно. Все необходимые ссылочки есть в описании, на пост на Instagram Timbaland, поэтому не запутайтесь. И дальше только ждать 24 декабря, когда мы рандомно выберем победителя по комментариям в лайве, само собой, потому что у нас все прозрачно. А поэтому все, что я прямо сейчас вам могу пожелать, это только удачи. Все ссылочки, напоминаю, есть в описании, как и на сайт Timbaland, на который вы можете зайти и выбрать себе реально качественную обувь, одежду и не париться потом, что у вас все это развалится. Timbaland можно доверять. Так, значит, а с чего мы с вами давим в пол сегодня, спросите вы? А давайте-ка прямо сразу же с места в карьер, потому как, во-первых, команда, о которых сейчас пойдет речь, лидерами конференции хоть быть и не перестали, но потерпели обе крах. И во-вторых, один фиг это не делает их схватку 20-го числа менее интересной. Короче, начинаем с Лейкерс и Индианы. Коротко по тому, что должно было нас интересовать перед стартом данного поединка. Первое, отсутствие в ростре пурпурно-золотых Дэвисов. Второе, отсутствие Кузмы. Третье, как со всем этим многообразием будет разбираться Вогель. По Индиане же сказать, в принципе, могу только одно. Они шли на четвертую победу к ряду, все за исключением Витька были готовы играть, и что самое главное, они были дома. А это, сами понимаете, насколько сильно облегчает жизнь, особенно когда против тебя выходит столь несокрушимый лидер Запада. Но на деле же, правда, оказалось, что любую команду даже уровня LA сегодня можно одолеть. И кому, как ни Нейту Макмилу, ну, было об этом не знать, потому что в 2013-м Вогеле и Нейт работали вместе, поэтому я думаю, что Нейт прекрасно знал некоторые комбинации и фишечки Вогеля. В общем, я думаю, многие из вас уже догадались, что замена в стартом составе отдыхающего Дэвиса на Джарда Дадли это такой себе решеница. Он не бегает, хреново обороняется, в нападении, если честно, вообще не понимаю, какой амплуа ему больше подходит. Так как под кольцом он не способен толкаться с собой, ни с амотернером, значит, угрозы нету. Но Дуге его функция растягивающего кажется вообще бредом порой для него самого. Нет, конечно, по общей статистике за сезон он хорош, 60% из Дуги могут позволять ему кидать, но когда дело доходит до броска вживую, это ужасно. Это медленно, судорожно, неуклюже, неэффективно, в общем, вы поняли. Отчего опция в нападение Дадли практически весь матч имела режим выкол, и помочь команде в наборе очков явно была не способна. Следующий важный момент касательно LA заключается в Ховарде, опять же, его обороне и штрафных, за которые наказывать вообще-то нужно всю команду Лейкерс. По дефу Двайте я бы сказал так, он играл для себя привычно, не размениваясь, не выходя даже на минимальные подстраховки, постоянно схватывая тупники в трехсекундные, за что регулярно получал, и в особенности в решающей четвертой четверти. Но зато он нивелировал это действиями в атаке и на подборах, за что его полноценно здесь можно похвалить. А вот штрафные, это, конечно, пи***ц. Для того, чтобы картинка у вас в головах чуть более прояснил, я скажу, что даже несмотря на острую нехватку еще одной звезды Лос-Анджелеса, даже несмотря на все те же проблемы со снайперами, и даже несмотря на то, что защита в конкретно этом матче была крайне слабой, Тима Вогеля все равно держалась на равных спейсерсах. До самой четвертой четверти в игре было абсолютно непонятно, чем все это закончится. А черту на самом деле подвели фактически пять смазанных штрафных бросков, три из которых приходится на душу Двайта и два на Леброна. Да, согласен, звучит, конечно, скучно и уныло, но, к сожалению, это так. Лучшая команда Запада до сих пор может выдать просто ужасающий матч с процентом, равным 47 с линии, что против не самых лучших, но все же 65 все равно решает. Со стороны же пейсерс отметить мне бы лично хотелось в целом командное взаимодействие, установку Макмилна по разделению Леброна с любым большим подкольцом выполнялось, плюс порадовала скамейка, Холлида и Макконнелл, на двоих давшие 21 очко, буквально не оставляли никаких шансов на передышку Лэй, когда у тех садились лидеры, благодаря чему матч в упорной борьбе им и удалось себе забрать. Лучшие по игре у Лэй стали Леброн и Ховард, у Индианы Сабонис и Тернер. Но если в матче Лэйкерс и Индианы первой команде Запада явно не хватило второй звезды, то вот в противостоянии Далласа и Милоки отсутствие Луки Дончича, выбывшего, кстати говоря, на примерно месяц с растяжением правого голеностопа и небольшим надрывом Ахилла, как бы странно это ни звучало, пошло только на пользу Техасцам, а если говорить точнее, то Кристопсу Парзингесу. С самого старта поединка мы могли с вами наблюдать, что Даллас ни в коем случае не собирался становиться 19-й командой в копилке побежденных подряд франшиз Бакс, потому как игру гости навязывали хозяевам корта максимально свою. Быстрые очки после потерь в отрывах, растягивание зоны через Кристопса, проникающие проходы трехочков и расстрел, все это позволяли себе подопечные Карлайлы в первой 12-й минутке, в прямом смысле вообще не позволяя Яне своей компании захватить хоть какую-то инициативу в свои руки. Ради рандомного факта скажу, что из 27 бросков 13 достигли своей цели, 7 из которых были дальними. Именно от этого Даллас по окончанию четверти и имел у себя в активе уже двухзначное преимущество. Однако, с наступлением второго отрезка и вплоть до середины третьего, ситуация накренилась в сторону хозяев корта. Здесь, несомненно, хочется пару слов сказать о Кайли Корвере, впервые в этом сезоне, так удачно вышедшем с банки. Практически все дальние, что он бросал, реализовывались, а это, если что, в пересчете на очки дало аж плюс 11, что, согласитесь, просто отлично. Ну и, само собой, Яниса, возвалившего на себя целиком и полностью обязанность забивать и тащить Тиму, пока ролевики борются с хреновыми бросками. Вообще, конечно, все бросали в этом матче ужасно. Янис, наверное, и правда один был способен организовывать результативные атаки. Мне, если честно, в моменте, когда Милоке удалось в третьей четверти вырваться чуть вперед, показалось, что шансов у Маф справиться с таким давлением вездесущего грека на каждый сантиметр корта были крайне малы, ибо броски с дальней, пикин-роллы, пикин-попы, постраховки в защите, подборы, все это было теми игровыми аспектами, в которых лидер Оленей преуспевал. Правда, все же есть в такой зависимости и обратная сторона, так как только стоило фрику сесть на лавку чуть-чуть перевести дух, как тут же Маверикс оформляет рывок 9 к 0. Тут же неудержимый сеткаре делает плюс 11, и тут же от преимущества подопечных Бада не остается и следа. Фактически, после завершения третьей четверти игра уже была в кармане гостей, и оставалось только поставить лишь финальную жирную точку, которая, в общем-то, и стали знаменитые два лонгшота от Паразингиса через Яниса. На мой взгляд, в данном матче вся команда из Милоки смотрелась крайне невнятно, оборона до этого привычно выключающая всех под кольцом, столкнувшись с хорошим релизом из дуги соперника, паникла. Начались провалы в краске из-за постоянной угрозы от Порзи и сета с дальней, откуда-то возникли ошибки при свободных бросках, что никак не могло поспособствовать 19-й к ряду победе Милоки. Лучшими в стане Бакс стал собравший 48 очков, 14 подборов и 4 асиста Янис, у Мавс же отличились сразу же двое, дуэт Кристопса и сета Карри. Я почему-то больше чем уверен, что сейчас половина зрителей уже отключила обзор, хотя зря, потому как прямо сейчас речь пойдет о еще одной крайне интересной битве, я бы даже сказал личной вендетте между Сан-Антонио и Хьюстоном. Кстати, напишите плюсик, если вы досмотрели до этого момента, посмотрим, сколько нас осталось. После той самой злополучной встречи с Сан-Антонио, где Хардену не засчитали его чистейшее попадание сверху, прошло уже порядочно событий. Протест, естественно, по переигрыванию матча NBA отклонило. Назначать победу ракетам тоже никто не стал, сам же Харден еще пару раз собрал статистику из 50 по очкам, короче говоря, эпизод был забыт. Но осадочек остался, и вот именно с этим осадочком, и явно настроем отомстить, рокетцы встречали гостей из САС. Правда, встреча это, если что, началась для команды Бороды с такого факапа, что, я думаю, даже Попович, повидавший многое за свою тренерскую карьеру, такого явно не ожидал. Стартовый рывок 16 к 2, выигранная первая четверть 35 к 21. Затем такая же вторая четверть, счет 37-32, но общая разница сохранялась на отметке плюс 19 в сторону шпор. Полнейшее доминирование на обеих сторонах порта, унизительное избиение с дальней, короче говоря, сперс были в прямом смысле в огнище. Если попытаться описать пары слов, как выглядела игра Сан-Антонио, сказать можно одно. До начала второй половины встречи это был практически идеал. Идеал, где Олдридж и Дерозен были главными в атаке. Один занимался набором очков и забиранием подборов, второй распределением обязанностей и плеймейкингом. Следующие за ними в иерархии шли Дежонто Мюррей, который выгрызал вообще все в обороне. Универсальный и умеющий везде себя проявить Трей Лайлз и само собой Брин Форбс, забивший 6 из 6 из-за дуги к моменту, когда команды разошлись на большой перерыв. В плюс подкидываем сюда еще очки и игру в обороне от Уайта и Гэя, и получаем, как я уже сказал, буквально идеальный вунш-пунш, который не оставлял ни единого шанса подопечным Дэнтони. Но не стоит забывать, что во-первых, мы с вами говорим про баскет в НБ, и во-вторых, что это была лишь первая половина. А значит у Хьюстона оставалось еще целых 24 минуты для того, чтобы если уж и не попытаться победить, то хотя бы сократить оставание можно было по полной, чем собственно и принялись заниматься хозяева корта. Началось все с того, что Рокетс вышли во второй половине явно с четким планом. С планом, во-первых, уничтожить дальние броски Брина Форбса, во-вторых, перекрыть доставку пасов на Олдриджи и отсечь его подальше от кольца, и в-третьих, не позволять больше Дэжонте забираться в краску. Иииии, выполнила ли была эта миссия? Да, более чем. Просто гляньте на статистику, как по мне, так полнейший перфект. Да, Рокетс умеют играть в обороне, когда захотят. Но это все деф. А что ж тогда до атаки? На самом деле и тут все было более чем. Позволив на старте забить ракетам быстрые и безответные 8 очков, Сан-Антонио сами фактически запустили машину под названием Харден. Так как если хоть на минуту перестать против него обороняться нормально и начинать фалить на нем, когда тот лезет в проходы, все, пиши пропало. Он замучает вас лезть, комбинировать это с бросками с дальней и редкими скидками, что в общем-то и происходило. Благодаря чему сперва подопечные Поповичи начали проседать в атаке, затем слив пошел по части дефа, а завершило все это не только самым крупным в истории франшизы камбэком 25 поинтов, но еще и итоговой победой, которой Борода и компания добыли, да, с большущим трудом, но от этого возмездие кажется им, наверное, еще более сладким. По статистике у Рокетс выделился Рассел Весбрук, записавший на свой счет 31 очко, 10 подборов, 4 передачи, и Ла Маркус Олдридж, 19 очков, 12 подборов, 4 асиста. Ну и в завершении сегодняшнего выпуска давайте коснемся совсем немного темы грядущего дедлайна, возможных обменов, слухи о которых уже вовсю ползут по лиге, и того, что мы с вами в ближайшее время можем ожидать. Кстати, если вы хотите полноценный отдельный выпуск на эту тему, напишите об этом в комментариях. В принципе, из всех возможных на трейд господ от каждой команды, лично меня интересует Кантер, который полноценно так и не влился в коллектив кельтов, оставляя из собой почему-то амплуа больше скамеечника, а на первой роли вышел Тайс, что по мне более чем знак для обмена, ты сами знаете. У Бостона сейчас острее всего проблемы связаны именно с центровыми, так что я думаю, что Эйндж попытается заполучить себе более стоящего игрока взамен как раз таки Кантеру. Конечно же, Кевин Лав, с которым фактически Кевс уже попрощались, дав отмашку на его обмен. Тут мне кажется, что Портланд, возможно, даже Бостон и Денвер станут главными претендентами на форварда. Единственное, конечно, что смущать должно любую франшизу, которая будет за него пытаться бороться, это контракт. Лав, он рассчитан на 90 миллионов за следующие три года, что нехило, согласитесь, за 31-го летнего парня. По сообщениям инсайдеров, если что, сам же Лав склоняется больше к родным местам, а именно Блейзерс, так что вероятнее всего видеть нам с вами последнюю звезду некогда великих Кевс именно там. Следом за Кевином в списке главных претендентов на переход является Андер Игудала, который в Мэмфисе буквально прозябает и ожидает своего звездного часа. Опять же, по слухам, уже сейчас за него рубятся Лейкерс и Мавс, что неудивительно. Каждая из команд нуждается в качественном усилении защиты именно со скамейки, что в нынешнем состоянии Иги, в принципе, может дать на всю катушку. Понятно, что расценивать его как опцию в нападении уже, наверное, не стоит, но он и не этим славился в Golden State. Поэтому ждем, что будет происходить дальше. Я же хочу, как обычно, спросить вас, чего вы ожидаете по завершению дедлайна, кого хотели бы и, самое главное, где видеть в новых коллективах. Обязательно пишите свое мнение, будем обсуждать. Ну что ж, бойлеры, а на этом наш выпуск сегодня подошел к концу. Не забывайте писать в комментариях, что думаете о грядущем дедлайне, какие, может быть, по вашему мнению, игроки должны поменяться, в какие команды, в какие коллективы они должны перейти. В общем, пишите все, что вы думаете, как обычно и как всегда будем с вами это обсуждать. А также, если ролик вам понравился, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски. Увидимся и услышимся с вами совсем скоро. И всем пока. Про конкурс тоже не забывайте. Подписывайтесь на канал.